Боятся за свои дома и жизни. Жители частного сектора на Набросельском проезде беспокоят неприятное соседство с заброшенным домом. За свою историю он пережил целых шесть пожаров. Последние два произошли на прошлой неделе. Такой был столб огня с искрами, как будто там розжиг был. Такой шум, это рвало шифер. Вот и пожар пошел. То полыхало, вот и до. Как страшно было за своим... Да нет, наверное, не страшно. На дом-то вот он стоит. Такое же дерево. Причем последние два пожара произошли в один день, 21 мая, с разницей всего в несколько часов, около 9 вечера и в 3 часа ночи. Жители соседних домов не сомневаются, это был поджог. Примечательно, что ровно год назад, в мае 2019-го, деревянное строение также полыхало. Только было это средь бела дня. Уже тогда дом серьезно пострадал. Выгорело и крыша, и внутренние помещения, всего 150 квадратных метров. В то время дом еще был жилой. В нем зарегистрированы 9 человек, в том числе и дети. Их расселили. Позже полиция отчиталась перед местными жителями, что поджог действительно был. Возбуждалось уголовное дело, и виновника задержали. Он, к слову, по мнению полиции, выжигал и сарай по соседству. Было установлено, что данные поджоги деревянных конструкций по улице Добросельской города Владимира в мае месяце 2019-го года совершал гражданин Ка. Опрошен, в содеянном сознался. В настоящее время находится на реабилитации в областной психиатрической больнице номер 2. Это письмо от полиции местные жители получили еще летом прошлого года. Люди предполагают, что к сегодняшнему дню пироман мог выйти из психбольницы и отметить свое возвращение повторным поджогом. Впрочем, среди жителей микрорайона в ходу и другие версии произошедшего. Некоторые считают, что поджигатели заброшки могут иметь интересы на землю. Тем более, что, например, заброшенный дом на Погодино 2А также уже горел. Когда в прошлом году выкупили вот этот участок, где первый дом, потом, значит, загорелся двухэтажный дом, вот этот военный, где там никто не живет. Вот его, он там стоял сто лет, его никто не трогал, начали выжигать. Внезапно выселили вот эту поликлинику двухэтажную в один день. Всех тут убрали, тоже она стоит. Поджигали, и вдруг загорается вот этот дом. Ну, я не знаю, у нас какие предположения. Собственниками уже нежилого дома местные жители ранее встречались. Те вроде как дали понять, что ничего делать со своим имуществом не собираются. После новых пожаров так и вообще хозяева пропали, говорят люди. Еще в прошлом году жители соседних домов обивали пороги местных властей. Администрация Фрудинского района отчиталась, что собственниками деревянного дома разъяснительную беседу провели. Им выдали предупреждение, чтобы те сами позаботились о своем имуществе, восстановили постройку или попросту снесли. Ответ на это обращение местные жители получили осенью прошлого года. С тех пор в истории с злополучным домом ничего не поменялось. Надо, чтобы обязательно кто-то погиб, чтобы сгорела улица. Тогда, может быть, чего-то они сделают. А мы вот этого не хотим. Мы жить хотим здесь. Поэтому будем писать президенту России, раз местные власти не хотят нас защитить. А здесь всего-то нужно какое-то решение убрать пожароопасный объект. В администрации города нам пояснили, что с требованием принять меры в отношении заброшенного дома власти обращались к собственникам несколько раз. Те же отвечают, сейчас делят жилплощадь, чтобы потом ее продать. Собственники пока не могут найти между собой общего языка. В каких пропорциях во всей этой работе участвовать, в общем, похоже, что и не очень хотят. Поэтому, если предписания нашего не будут выполнены, мы, администрация города, будет вынуждена обратиться в суд, с тем, чтобы через суд, через судебное решение, понугить собственников, содержать свое имущество в порядке и в безопасности для окружающих жителей. Также суд может принять решение снести опасную постройку, поясняют в мэрии. Но пока эти на крайние меры в администрации не спешат, а дают время людям самим разобраться со своим имуществом. Но затягивать не стоит. В суд власти собираются обратиться в ближайшие месяцы. Но жители не хотят дожидаться следующего пожара и собираются решать вопрос уже через президента. Никита Королев, Александр Мажаров, 6 канал.